В продолжение темы ученик Розовской школы также стал обладателем подарка от президента страны. Что заказал главе государства школьник, расскажет Валентина Леонова. В наше время многие дети, как и в старые добрые времена, садятся за стол и пишут письмо Деду Морозу, искренне ожидая от Нового года настоящих чудес. Семен не ограничился письмом новогоднему волшебнику, а написал сразу президенту страны. Дорогой поломорюк Семен, искренне поздравляю тебя с новым 2024 годом. Пусть темление к покорению новых высот, познание станет твоим ориентиром. Ты – будущее нашей страны, именно тебе воплощать грандиозные планы. Пусть в Новом году исполняются все твои заветные желания. Президент Республики Казахстан Такаев. Семен посещает кружок робототехники. Вместе с ребятами они занимаются моделированием, программированием, механикой, электроникой и многим другим. Для работы и участия в различных проектах им был необходим МакБлок. Это набор универсальных алюминиевых деталей для сборки роботов и других самых разных конструкций и механизмов. Вместе со своим преподавателем школьник написал новогоднее письмо президенту. И его мечта осуществилась. Я написал письмо, получается, не Деду Морозу, а президенту Казахстана, на то, что мне нужен набор, ну не только мне, мне и моим ребятам с кружка нужен инструмент под названием МакБлок. С помощью него мы сможем изобрести еще много нового, и что пойдет на выставки, может даже займет высокие места. Аким Павлодарского района Николай Дычко вручил ребенку его долгожданный такой значимый подарок, выразив надежду на сохранение его интереса к такому полезному в наше время увлечению. Вручайте. Спасибо. Пожалуйста, чтобы это принесло огромную пользу в твоем развитии. Семен искренне верит в то, что все хорошее обязательно сбудется. И в Дед Мороза, конечно, тоже. Нужно всегда верить в свои мечты и добиваться своих целей, потому что если что-то начал делать, нужно всегда это заканчивать. Мечты всегда сбываются. Надеюсь, у вас тоже что-нибудь сбудется. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ирта Цакпарад из Павлодарского района.